Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть с вами в Trader Life Simulator. Я снимаю уже 21 серию и ты смотришь 21 серию. Мне написали как пользоваться тележкой, которая стоит у Джаббера у нас в магазине, что можно, мол, просто подъезжать, ставить, опять брать ее, опять отъезжать, опять подъезжать, брать. То есть она будет цеплять все больше и больше коробок. Давайте мы сейчас как раз это и будем проверять. В предыдущей серии я не посмотрел, сколько денег заработали наши работнички, поэтому сейчас мы соберем прибыль и, я думаю, поедем к Джабберу. Самое обидное в этой игре, что начинаем мы после сохранения и после сна в любом случае из дома и ездим мы на вот этой машине, независимо на какой мы туда приехали. То есть независимо где мы вот это вот оставили, в любом случае около дома будет стоять наша машина желтая. Беспорядочек у нас такой небольшой остался после предыдущей серии. Давайте мы, ну, покупай и мы возьмем всю прибыль. 3200 долларов считаю это достаточно большой суммой денег, на которую можно прилично закупиться. И думаю, что мы этим сейчас и займемся. Купим, купим все, что есть в этом магазине у Джаббера. Не будем себе ни в чем отказывать. И, 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 и мне сказали, что надо убирать вот эту вот полку. Я считаю, да, что нужно убрать эту полку, но нужно купить для нее замену. Я думаю, что, что, знаешь что? Мне написали, что, как это сказать правильно, если хочешь обособить, то обособь лучше стенками. Стенами здесь обособить, конечно, можно. Но это сложно, во-первых. А во-вторых, не такой же огромный у нас магазин, чтобы его стенами обособлять. По-хорошему, вот этот холодильник здесь стоит, и вот здесь вот поставить второй холодильник. Но, здесь у нас отдел вроде бы как с химией. И, следовательно, здесь вообще ни о каком холодильнике речи быть не может. Давай подумаем. Долгими стараниями я все-таки приблизил этот холодильник так, как я хотел поставить. Я думаю, что очень логично будет разместить его именно так. Хотя, в целом, я думал, что правильно будет, наверное, его поставить все-таки вот в эту сторону. Точнее, вот такой же поставить вот в эту сторону, а вот этот вот поставить вот здесь вот. Но, будет очень некрасиво. Или же самое неприятное во всем этом занятии, то, что здесь остаются зазоры. Вот эти вот, мне не нравятся вот эти колонны. И, как бы, сделать с ними ничего я не могу. Они здесь будут, они здесь находятся. Поэтому, я предлагаю, конечно, сделать немножечко иначе. И, вот, отсюда поставить холодильник вот сюда. Хотя, это будет абсолютно нелогично. Так что, пусть стоит пока вот так, как стоит. А вот здесь будет стоять полка вот такая же, только односторонняя. То есть, она вот здесь вот будет стоять, вот в ту сторону смотреть. И вот здесь такая же полка будет стоять и будет вот туда смотреть. точнее вон туда вот эту полку мы продадим а на этой полке будет всякая вот шушера по типу от вот конфеток вот не конфетка печенье шоколадок вафли нет не вафли здесь будут здесь будет завтрак этот хлопья кукурузный вот лежать чипсы может быть даже положим вот сюда вот на эту полку и тут еще есть верхняя полка на которую мы не в состоянии забраться но мы обязательно сможем это сделать поехали в магазин поехали в магазин к джаберу чтобы за у ее и чесит там летаешь дружище способностью тебе конечно развиты поедем купим у джабера все что можно купить насколько хватит денег и заедем еще в мебельный магазин я думаю чтобы чтобы что сделать чтобы купить полку одностороннюю потому что односторонняя полка она нам нужна длинная односторонняя полка двусторонняя полка понадобится нам знаешь где где стоит сейчас у нас соль с мукой там будет стоять у входа рядом с консервными банками когда заходим полка вот это двусторонняя будет на одну сторону смотреть там будет какой-то не знаю что нибудь короче лежать будет а с другой стороны будет лежать все что относится к тому отделу в котором лежит у нас соль сахар мука и вот яйца на арту надо еще под ничего себе боком еду яйца на туда бросишь пирог испечь и классно значит смотрим где здесь полка где здесь полка которая нам нужна вот эти стеллажи мы покупать не будем они не очень мне приятный глазу возьмем вот такую полочку да да настенная настенная полка наш не на наш не должна быть настенной или должна быть или же еще есть вариант поставить вот такую полку и с одной стороны поставить кефир вот это не кефира йогурт который не требует холодильника но в будущем будет требовать и вроде как бы он к холодильнику относится и вроде как не холодильнику то есть стеллаж такой знаешь пограничный и к холодильнику и к химии. Вообще отлично. Но нет, мне кажется, всё-таки будет логичнее поставить вот такой стеллажик. Угу. И, может быть, ещё бы, конечно, стеллажик, но... У нас есть middle shelf и пристенный shelf. Но! Но-но-но-но-но! Можно присандалить вот такой ещё один? Или не можно? Или вот такой лучше красивее сделать? Это для продуктов. Вот это вот стеллажи для того, чтобы класть на них какие-то вот, не знаю, промышленные товары. Товары, которые не используются в приготовлении пищи, не используются в пищу. И поэтому они выглядят так вот, типа, посредственно. А вот тот пищевой прилавок, то есть на него прям кладётся что-то из еды. Но еды нам не нужно класть, еду нам не нужно никуда класть, потому что у нас есть все необходимые стеллажи для еды. Пока что есть. Пока что у нас не так много пищевых продуктов. Но нужно нам сложить куда-то химию. Химию мы сложим, наверное, всё-таки мы сложим... Давай ещё одну купим. Вот такую полочку. Не будем, я думаю, мы сильно жалеть, что купили эту полку. Если что, мы всё-таки её сможем куда-нибудь сбагрить. На вид продадим, если чего. Бегать я уже не могу. Мне сказали, попробуй стены эти вот оставить. Ну, можно, конечно, организовать... Кстати, сколько стена стоит? Полтинник. А вот сколько мне стен нужно? Я думаю, что мне нужно две стены вот так. Стена и дверная рама. Ну и дверь, конечно же, нужно, чтобы организовать там рабочее пространство. Не знаю, куда я сейчас слил все деньги. Просто наблюдая и смотри, что будет дальше. Я сам ещё пока не представляю особо себе, что произойдёт через 10 минут. Ой, забыл кнопку отпустить. Представляешь, еду и думаю, почему я еду. Типичная логика. Типичная моя логика. Думается мне, что нужно сгонять, поесть. Потому что бегать гораздо лучше, чем не бегать. Поэтому ожидай. Ты слышишь этот звук? И я слышу. Я что, заехал в холодильник? Мне кажется, что-то здесь неладное происходит. Игра забагалась, наверное. И опять звуки какие-то воспроизводят рандомные. Которые здесь не должны быть. Ладно, давай поедем. Всё-таки нужды свои справим. И пойдем затариваться к джаберу. Я собрал сейчас 500 долларов практически с кассы. И думаю, что 3000 долларов нам хватит, чтобы затариться продуктами. Всеми необходимыми. Правильно? Я же правильно думаю? И как бы всё. Сейчас затаримся и начнем раскладывать. Сейчас затаримся и будем раскладывать товар. Расставим полочки. Может быть сделаем обособленную комнатку под офис в нашем магазине. Просто я сейчас ещё примерно даже не представляю, как можно сделать в этом маленьком магазине какой-то уголок для офиса. То бишь я хочу просто всё засунуть в магазин свой, наставить кучу полок, а ещё сделать офис. Это для меня сейчас пока что в голове не представляется возможным. Хотя бы потому, что магазин на самом деле очень маленький. Очень маленький. Скудненький прям по размеру. Прям я хочу, не знаю, чтобы разработчик подумал над этим и увеличил его размерчики всё-таки. Потому что, ну и чё, я бегать не могу. Спасибо. Всё-таки, ну, не дело, когда ты не можешь нормально, не знаю, расширять свой магазин так, как ты хочешь. Это же всё-таки твой бизнес. Сними соседние помещения, добавь там, не знаю, там рядом помещений заброшенных миллион. Ты можешь их все снять. Да, купим два соуса. Да, купим два собачьих корма. Мне кажется, я этим уже занимался в предыдущей серии, или две серии назад, или три серии назад. Но, как бы, нам всем это дело нравится. И мы всё это дело смотрим. Поэтому, наслаждайся. Так, я не знаю, нужен нам кофе или нет. Пусть будет, правильно? Пусть будет. Чаёчек вот сюда. Чаёчек вот сюда. Потратили 600 долларов просто на ровном месте на два экземпляра каждого продукта, которые стоят только на верхней полочке. А нам ещё сколько покупать? Покупать нам очень много всего нужно. Ну что ты? Ну что ты? Почему ты не ставишься, дружище? Спасибо. Яйца тоже купим. Без них куда? Куда? Нам никуда. Нам би... Ну почему ты в бок-то прыгаешь? Нам без них никуда. Пасты зубной купим тоже. Но это будет уже вот в этом вот отделе. Потому что это не продукты питания. Это уже... Это уже всё-таки химия пошла. Химия. И мы её обособим. Это были что? Это были подгузники и ткань. Это подгузники. Это мы покупаем ткань. То есть у нас сейчас продажи должны пойти вверх. Вверх пойти они должны в любом случае. Они сейчас идут вверх. Потому что у нас куча пассивного дохода. И куча... Да просто куча. Просто куча всего. У нас куча продуктов разнообразных. Ну оливых вот нет. Ну ладно. Ну потому что их купили. Я не стал. Я сейчас просто подумал, что... Зачем я буду снимать ролик без тебя. Снимать, играть без тебя. Если ты можешь посмотреть на то, чем я занимаюсь всё-таки... Без твоего присутствия. Подумал, что зачем я буду тут затариваться. Зачем я буду тут заниматься этой ерундой. Продавать, копить деньги. А потом снимать. Если можно показать тебе, как я этим занимаюсь. И ты на это посмотришь. Может быть тебе это нравится. Точнее не может быть. Многим из вас это нравится. У меня девушка одна написала, что... Поиграй в хаус флиппер. Да мне не только девушки писали, чтобы поиграть в хаус флиппер. У меня там много кто писал про это хаус флиппер. Но одна девушка очень метко подметила, что это будет тяжело. Мне. Хотя бы потому что... Потому что я буду стараться делать всё идеально. Но знаешь, я идеально буду стараться делать какое-то первое время, наверное. Потому что всё-таки нужно проходить игру, а не просто там, не знаю, ровно коробочки раскладывать. В этом, вот в этой игре я так делаю, потому что мне, не знаю, мне как-то прям доставляет это удовольствие. Во многих играх я этого не делаю, потому что... Ну потому что, знаешь, не всегда есть какой-то смысл. Ну что ты будешь делать? Спасибо. Не всегда есть в этом смысл. Баклажан, баклажан. А тунца не взял. И зачастую это становится каким-то камнем преткновения в прохождении. Это мешает проходить игры. Получается, ты будешь просто время кучу тратить на то, чтобы, не знаю, раскладывать товары. Вот я сейчас здесь раскладываю товары. Я мало того, что время кучу трачу, так ещё и... Так ещё и... И записать что-то другое не могу. Потому что мне нужно записать вот это. А я хочу ещё ровно поставить. И записать, и поставить. Это столько времени отнимает, на самом деле. Ты не представляешь. Ты предыдущую серию смотрел. Там час, по-моему, 0,4. Короче, ну, часовая серия. Там уже было до этого две серии назад. А предыдущая серия была по часу. Как бы в целом-то, да, если подумать, то здорово, конечно. Часовые серии, это классно. Но их, как я вспомнил, да, возмущался, что я не буду записывать часовые серии, потому что их никто не смотрит. Буду записывать, если захочу пройти, буду записывать любые серии, которые только могу записать. Ну вот, а на чём мы закончили? Я забыл, на чём мы закончили. О чём мы говорили с тобой. Так вот, часовые серии выходят. Это час готового видео. Ты не представляешь, сколько я там повырезал. Там полтора часа изначально идёт. Полтора часа. Я сижу просто охреневая. Охреневая. Как я мог столько записать? Чистка туалетов. Чистка туалетов. Я не понимаю, откуда у меня столько времени, чтобы всё это записывать. И получается, что я как бы записываю полтора часа, а мог бы записать аж почти три видоса. Если подумать, то два. Но по времени три. Нет гороха, нет гороха. Сейчас будет. Горох, не переживай. Вот. По поводу хаос флиппера. Ребятки, давайте мы будем всё-таки немножко последовательно. Потому что я сейчас нахватал уже игр. У меня и Raft, и The Tenants, и Trader Life Simulator. Как ты понял, я играть в Рейнджер не буду больше, потому что он мне не нравится. Пишите вы там, поиграя в Factory Runner, я с радостью бы в него поиграл. Хоть я и писал, что он и говорил, что он топорный, не очень он мне нравится, как выглядит. Если вам хочется, чтобы я в него поиграл, я, конечно, поиграю. В этом проблемы нет никакой. Просто, 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 как тебе сказать? Не сейчас. Сейчас это не то, чтобы не представляется. Возможно, я, конечно, могу начать записывать по одной серии каждой игры, но какой в этом толк, если до конца-то всё равно мы это всё не доведём. Думаю я, давай вот это вот ещё купим. Э, может, покупал порошок-то, нет? Я просто могу забыть, что я купил порошок, и всё, и получится. Шампунь ты, наверное, покупал уже. А может, и не покупал. Да хрен хуже не будет. 340 долларов осталось. Ничего себе, как мы затарились крупно. Ну давай ещё одну коробочку, чего-нибудь купим, и... Думаю, на этом... Ну давай мытьё руку купим. 270 долларов оставим. Чёрный день. Ночь наступила. Это, получается, мы целый день уже отыграли? Нихрена себе. Так, экономим время, давай. Раз. Взаимодействовать. Ой, блин. А-а-а. Взаимодействовать. Да что ты будешь делать? Зачем ты вытаскиваешь? Взаимодействовать. Взаимодействовать. Слушай, приколюха. А как я их потом разбирать-то буду? Они потом не это не потеряются друг в друге, нет? Надеюсь, что... Нет. Так, где там ещё? Вот она. Главное не потерять, как её называют, тележку в куче этих коробок, чтобы потом не разбирать заново. Так, тележечка. Взаимодействовать. Говорят, залезай, просто запрыгивай и всё. Залез. А чё, так можно было? Я бы так и на обычную машину складывал. Удобно же. Смотри-ка. Вообще всё состакал и всё, и всё в одном месте лежит. Так, надеюсь, что ничего не выпадет. Ниоткуда. Тележка остаётся там? Да, тележка остаётся там. И хорошо, что она осталась без товаров моих. Ладно, сейчас мы доберёмся до магазина и продолжим. И таким же образом попробуем сейчас достать из машины все эти коробки. Берём тележку. Цепляем. Пойдём цепанём все коробухи. Вот так, наверное, да? Ну-ка, тележку возьми. Так, осталось немножечко там. Но это не беда. Как бы, блин, ну, ничего страшного. Пусть пока тут постоит. Если что, я... Если что, я потом вернусь. В любом случае, вернусь. Подгузники. Подгузники мы несём вот сюда. Подгузники все вот сюда. Чтобы они стояли все в одном месте. Не мешали нам сейчас ставить полки, которые мы... Ой, накупили. Зубная паста пусть пока здесь стоит. Да, йогурт. И мы поставим вот пока что вон туда. Давай организуем здесь пространство. Тейбл нам не нужен. Стены нам пока тоже не нужны. Хотя я хотел бы от них сейчас побыстрее избавиться, чтобы не мешались они нам в руках. Я говорил про вот это место. То есть вот здесь вот должна стоять вот эта полка. Вот эта полка должна стоять здесь. И на ней должны стоять товары. Которые относятся здесь к консервам. А здесь относятся к вот этой вот всей ерунде. Правда, у нас столько товаров нет. Но всё же мы постараемся их как-то... Не знаю. Хотя бы придумать хотя бы что-то... Что здесь будет стоять. Вот. Хоть я и говорил, что эта полка больше для каких-то непродовольственных товаров. Но всё же думается мне, что можно их и для продовольственных тоже использовать. Так, давай её возьмём. Middle shelf. Ой, блин. Ты как так-то поставил её, а? В стену-то зачем её ставить было? Очень жалко, что разработчик не подумал, что я могу засунуть её в дверь и... Ну, оставил... Ой, в дверь, в стену и оставил эту возможность. Мало того, что я не могу нормально регулировать её положение. С учётом того, что она короткая. Наверное, вот так вот будет правильно. Да? Вот здесь чуть-чуть выпирает. И здесь чуточку выпирает. И вроде даже не криво стоит. Да? Ровно стоит. Смотри, как получилось с первого раза. Немножечко неудобно, что здесь заходит за границы. Вот это вот всё. И я бы на месте разработчиков либо вообще к хренам собачьим снёс эти колонны. Либо же просто сделал их более выпуклыми, например, в глубину вот этой полки. Не будем останавливаться на этой ерунде, но всё равно неприятно получается. Здесь как бы зазор есть, но всё равно они пересекаются между собой. Неприятно, неприятно. Всё равно туда ничего нельзя поставить. Получается, что место бесполезно будет использовано, если я сделаю отступ вот такой вот. Получается, представляешь, что вот на таком вот расстоянии от стены будет стоять полка. Это некрасиво. Сейчас водички я попью. И продолжим. Здесь мы будем выставлять, наверное, не знаю, чаи. Чаи кофеи, правда, здесь очень нерационально это всё расставлять, потому что места занимают они очень много. Ну, как бы выставить только чай. Ну, смотри, он, конечно, получается прям как раз по три штучки на одной полке. Даже не по три, а по шесть. И это, несомненно, меня радует. Это, несомненно, меня радует. Слушай, давай будем расставлять его именно здесь. Что ещё у нас есть такое квадратное, чтобы... Прямоугольное, точнее, формы, чтобы мы могли это сюда ставить? Чтобы всё это помещалось в таком, в одинаковом количестве на полках. Не знаешь? Я тоже не знаю. Пока ещё не придумал. Да, по поводу вот этого вот обращения на «ты». Обращения на «ты» я всё-таки больше обращаюсь к подписчику. Подписчик. Я не обращаюсь там к мальчику или к девочке. Я обращаюсь к тебе. Ты. Да, конечно, когда я говорю «сделал» и обращаюсь на «ты», «ты сделал». То есть, да, всё-таки обращаюсь больше не к подписчику, а именно к тебе. Но даже пока ещё не знаю, как это получится у нас в будущем организовать вот это вот понимание друг друга. Но, надеюсь, мы не будем с тобой за это ругаться. Надеюсь, у нас с тобой будет всё отлично. Надеюсь, мы с тобой сдружимся. И, в принципе, вот так. The Tenant, кстати, пока не знаю, как он будет выходить. Я пока не решил, как будет выходить трафт вместе с The Tenant. То ли через день они будут чередоваться, то ли они будут там произвольно выходить. Пока ещё неизвестно. Но рафт вам не сильно заходит, но пройти я его должен, потому что... Почему нет? Вот почему я его должен пройти. Спрей-то в химию. А, давай разберём это всё дело, а потом уже... Так, яйца больше, наверное, всё-таки вот сюда. Спрей опять же вон туда. Ткань опять же вон туда. Зубная паста опять же вон туда. Чипсы, скорее всего, вон там будут стоять. Чипсы R. Хороший вопрос, но давай вон туда тоже поставим. Средства для чистки туалетов вот здесь. Чипсы вот здесь. Стиральный порошок в химию. Моющие средства в химию. Шампунь тоже в химию. Мне кажется, у нас больше всё-таки химии, чем продовольственных товаров. Оливки жаловались у нас. Ой, ничего себе, здесь сколько всего. Томатная паста это опять же консервный продукт. Консервированный. И, следовательно, он будет лежать именно там. Шампунь. Зубная паста где? Зубная паста вот она. Кладём сюда ткань. Ткань также в химию. Потому что мы так решили. Чипсы R это в чипсы. Они стоять будут там. Консервы сюда. Бобы в консервы. Чая мы накупили. Молодцы, конечно. Но куда нам теперь его девать? Колу, да, мы поставим в холодильник, скорее всего. Потому что чего бы нет? Почему мы не можем поставить колу в холодильник? Ведь игра нам это позволяет. А зачем оно тогда мучиться, если мы можем именно так и сделать? Горох, точнее оливки, поставим вон туда. Здесь собачий корм. А вот здесь вот я не помню, что как раз может быть оливки и были. Но будет горох стоять именно там. Вот. Чаёк поставим вот сюда. Корм для животных в консервы. Корм для животных в консервы. Не знаю, куда я это всё сейчас расставлять буду. Соус я пока их, наверное, не решил, да? Или решил? Куда он будет ставиться-то? А, вон туда давай поставим. Потому что там у нас уже на торце стоят... Ой. Ну, пошёл разбирать уже разобранное. Шоколад опять же будет вон там стоять. Он там уже стоит. Кукурузные хлопья мы решили, что тоже будут там стоять на третьей полке. Средства для чистки туалетов. Вот оно. Средства для чистки туалетов. Кукурузные хлопья. И шоколад. Шоколад туда же. Совус. Совус, он уже вот здесь стоит. И вот эта вот кола, она идёт в холодильник. Хоть этот товар не требующий... Да возьми-то. Не требующий какого-либо особенного, особого ухода. Всё же мы будем его хранить в холодильнике. Но на всякий случай вдруг чё. Угу. Коробок, мне кажется, у нас огромнейшее количество. Мы никогда столько не закупали. И это, несомненно, меня радует. Радует просто не могу как. Яйца здесь были? Да, яйца уже здесь есть. Угу. Баклажаны. Это, опять же, консервы. Консервы, говорит, консервы. Йогурты в холодильник пойдут. Оливки тоже консервы. Как много консервов. И маслица у нас вот тут стоит. Но и ладно. Сейчас разберёмся, куда чё ставить. Это дело не такое сложное. Самое главное, это рассортировать коробки так, чтобы они стояли и... Опа. Горох. Это же горох был? Это томатная паста. Вот горох должен быть, да? Да. Угу. Сладкая кукурузка. Кукурузка у нас стоит... Чё, не было кукурузы? Я же вроде выкладывал. Ладно. Наверное, я выкладывал её всё-таки не сегодня. Очищающий спрей. Нет очищающего спрея. Что такое? Я чё-то вообще запамятовал. Половину того, чё я делал. Молодец. Именно туда я и собирался это поставить. Варенье и оливки вместе стоят. И это поправимо. Исправили. Исправили кукурузу. Это вот сюда всё. Так, моющее средство вот сюда. Тунца поставим вот. А где? Тунца тоже нет? Вот это, да. Вот это память у меня. Бобов вот сюда поставим. Йогурт в холодильник. Томатную пасту вот сюда. Подгузники. А, вот коробка-то. Уместилась. Кофеёчек пока ещё. Я не знаю, куда он будет ставиться. Но пока вот сюда. Кофеёчек опять же вот сюда. И вот это вот чудо-тунец вот сюда. И, наверное, давай приступать к расстановке. Блин, зря я так близко наставил. Получается, что мне самого прохода нет. Вареница. Вареница стоит у нас на вот этой полке. И это очень здорово. Я думаю, что лучше будет всё-таки выставлять по... По... Вот такому принципу. По принципу вот эта вот... Вот эта полка, продолжение вот этой полки. То есть не класть туда различные товары, а просто класть туда товары, которые лежат параллельно на соседней полке. Поэтому варенье мы ставим вот сюда. Вот и утречка наступила. Вот так здорово. Уже прибыль пойдёт. Сейчас у нас 251 доллар на карточке. Это несусветно меня радует. Ты не представляешь как. Это ведь огромные деньги. Мне кажется, мы клали по три банки на полку всегда. Да, сейчас я что-то расслабился и начал ставить аж по два. Я тогда не умещу ничего и получится у нас с вами... Неприятная ситуация получится у нас с вами. Я не смогу уместить тогда весь товар, который купил. А мне это сделать нужно. Мне это сделать обязательно нужно. Сюда. Так, а где варенье? Вот варенье у нас стоит. Это, хочу заметить, уже 21 серия. Не знаю, как так получается, что эта игра очень бурный интерес вызывает у моих зрителей. То бишь у тебя и... Вообще не понимаю, чем она так всех зацепила. Я, конечно, понимаю, что вам нравится смотреть, как я расставляю эти баночки, скляночки и т.д. и т.п. Ну, блин, ну что, прям на столько? Непонятно, что-то происходит. Давай пока вот здесь вот постоять. Пусть когда купят, тогда составим. Получается, у нас как раз умещается... Получается, сколько тут? 20 товаров. 20 товаров в ширину умещается. Раз, два, три. Шесть. Девять на два. Нет, на три. Двадцать семь. То есть можно даже три ящика почти запихать сюда. Это неплохо, это много. Много-много, все-таки много. Корм для животных давай разберем. Корм для животных умещается немного меньше, чем всего остального. Потому что он... Он большого размера. Он крайне большого размера. И он не помещается так же, как и банки хорошо. То есть его помещается так же три штуки, по-моему, да, на этом? На стеллаже. Но от этого как бы не холодно, не жарко. А может и не помещается по три, потому что я вот уже понимаю, что что-то у меня не выходит. Ну давай вот туда вот его запих... Нет, тут не получится так класть. Тут получится только вот так. Тут четыре штуки умещается, получается. Верно? Верно. Ну тогда будем вот так вот делать и одну коробку относить. Потому что пока что у меня некуда складывать корм для животных. Более одной полки выделять для корма для животных я не планирую. Вот это вот все дело, наверное, нужно нам с тобой ликвидировать. Отнести куда-нибудь в другое место. Это не магазин, это свалка какая-то. Прям склад целый, а не магазин. Бобы. Мы будем сейчас раскладывать бобы. Бобы это рыжие вот эти вот, да, чудики. Бобы это рыжие чудики. Запиши это в фонд золотых цитат. Я смотрю, он там пополняется с каждым днем, можно сказать. Этот фонд золотых цитат. Надо его будет куда-нибудь выписывать. Эти золотые цитаты, чтобы не забыть. Чтобы потом там комментарии вот эти все особо умные. Не то, чтобы я без всякого сарказма особо умные сказал. Вот эти вот замечающие вот эти шутки, приколюхи и подобное. Выделять на фоне остальных. Добавлять их куда-нибудь, не знаю, в начало, в конец видео. Чтобы люди видели и знали, так сказать, героев в лицо. То есть, ну, немногие замечают там что-то, да, какие-то каламбурчики. И тем более, тем более, тем более ставят к ним тайм эти, тайм-коды. Хочу тебя попросить, если ты пишешь какую-то шутку или цитату из моего видоса, ты пиши этот тайм-код, который, ну, в которое, в время, в которое все это дело происходит. Потому что я тоже хочу посмотреть, а я не помню, когда это происходит. И не думаю, что я там все свои видосы наизусть знаю, с учетом того, что их выходит по два в день. Я, конечно, иногда даже стараюсь три записать, но все равно выходить они не выходят. Три в день выложить я не успеваю. Я бы успевал на выходных это делать, но на выходных у меня немножечко другие занятия. Поэтому не обессудь. Вот. Смотри, помещаются, в общем-то, у нас все баночки, скляночки и тому подобное на полках. Неплохо получается. И, блин, ну кукурузу жить надо выкладывать-то. Кукуруза следующая у нас по цвету. Вон туда мы ставим кукурузку. Вот сюда мы ставим кукурузку. И вот сюда. Мне кажется, это будет самая длиннющая серия, которую ты когда-либо смотрел по этой игре. И думаю, она тебе понравится. Я просто надеюсь, что она тебе понравится, и ты не скажешь мне, что вот ты хернёй занимался целую серию. И так-то, так-то, сяк-то, сяк-то. Вот. Вам же нравится смотреть, как я выставляю товар вот и смотрите. По-хорошему, надо было бы стрим запустить, но стрим пока я не смогу запустить. По техническим причинам этого сделать не удается мне. Потому что. Потому что. Потому что пока у меня нет нормальной камеры, у меня нет нормального микрофона, чтобы он без обработки как-то нормально звучал. И, в принципе, мне кажется, вот этих отсутствующих элементов вполне, точнее, причин вполне достаточно, чтобы ты понял, почему стрима до сих пор нет. Либо стрим будет без вебки, либо же, ну и достаточно тихим, либо же даже не знаю, как он будет. Блин, не вмещается опять одна коробочка. Это несправедливость. Это несправедливо. Горох, оливки, оливки, давай. Нет. Томатную пасту. Как-то очень долго мы всем этим занимаемся. Всё, прям денег сейчас накопится. Там вагон и маленькая тележка. Мне кажется, за время, которое мы сейчас играем, уже там накопилось очень много денег, так как прошло уже достаточно много времени. И всё там пикает, пикает и вроде даже почти не жалуются. И это не может не радовать, что в нашем магазине хватает всего, что хочет наш покупатель. Многие писали про музыку в роликах. Но музыки в роликах не будет вообще, потому что ты уже посмотрел аж целых 20 серий, и до сих пор тебе она как бы не сильно была нужна. Поэтому я думаю, что ты переживёшь и ещё пару серий без музыки. Поближе хочу поставить, чтобы поместилась ещё одна баночка. А она один хрен не помещается, ты смотри-ка. И как это называется? Шесть. А, ёлки-палки, а у меня здесь ещё целый этот отдел. Но если немножечко постараться, мне кажется, можно ещё засунуть целую коробушку. Отлично. Томатную пасту выставили. Стеллажик готов. Баклажаны. Нет, тунец. Тунец. Тунец вообще по-хорошему должен лежать немножечко в другом месте. Но раз уж мы начали сюда его складывать, пусть лежит здесь. Здесь уже проблематично немножечко складывать баночки эти. Хотя бы потому, что они уже на уровне глаз. Точнее, не на уровне глаз. И не низко, короче, и не высоко. Я не могу правильно это всё как-то подлезть под правильным углом, чтобы поставить это всё наиболее компактным образом. Я просто подумал, что мы здесь всё равно не уместим уже ещё ряд. Поэтому поставил посередине. Не стал я сильно морочиться с этим. И поставил посередине. Одна осталась правильно всё. Чего там нужно было сделать? А, счета платить. Это не сложно. Нет отбеливателя, нет того, сего. Пятого, десятого. Так, ну погнали. Сбросим денежку на счёт. И сбрасывать мы будем его не с нашего кошелька. Потому что на кошельке у нас есть деньги. Точнее, на банковском счёте у нас есть деньги. И мы можем себе, так сказать, позволить жить на широкую ногу и тратить деньги с банковского счёта, а не с кошелька. Так как он вроде как бы пополняется достаточно часто. Постоянно, можно сказать, ничего себе, 1791. 1791 доллар мы собрали только что с кассы, представляешь? Это, ого-го, сколько. Угу. Блин, мы пока раскладывали тут... А, нет. Или да. Пока раскладываем. Мне кажется, у нас вот сейчас всё скупят. Оливочки. Оливочки нет. До оливочек нам ещё надо дойти. Нам нужны баклажаны. Баклажаны, баклажаны. Встаём на коробочку. Нет. Да. Я думал, что лишним будет встать на... Коробку. Но потом понял, что нихрена не лишним это будет. Ну, поставишься ты, нет. Спасибо тебе большое. Вот. Сейчас поставим ровно, но не особо быстро. Это процесс такой муторный. Я говорю, производитель этой игры, разработчик, должен прислушаться к моему комментарию. И сделать всё-таки здесь автозаполнение стеллажей. Это, как написал один человек, я не помню кто. А-ля, это будет скучно. Ты будешь ездить просто за товарами. И... Ну, только будешь закупаться товарами. Так в чём проблема сделать в игре что-то ещё интересное? Чтобы эта игра не была постоянной рутиной, которая просто-напросто... Не знаю. Просто тебя заволакивает, и через пару часов игры тебе становится абсолютно неинтересна эта игра. Сделай что-то интересное, чтобы человек, играя в твою разработку... Думал, вау, классно, я сейчас пойду этим заниматься, а потом пойду этим заниматься. Я не просто, блин, буду раскладывать ровно баночки по полочкам. Но это не здорово, вообще не круто. Получается, что ты, как бы, плюёшь на своего потенциального, потенциального клиента. Плюёшь на его, как бы, интерес к игре. Плюёшь на... Да на всё плюёшь. Не пытаешься развивать игру, которая стоит хрен знает сколько денег. То есть... Ты посмотри на сабнафтику, она стоила 500 рублей. Она стоила пятихатку. И это чудо стоит пятихатку. Ты посмотри, сколько в сабнафтике всего интересного. Было, кстати, в раннем доступе тоже достаточно много всего интересного. То есть, насколько бы это ранний доступ там не был, да, или что здесь... Я даже не помню. По-моему, это... Если это версия 1.9, то это явно не ранний доступ. То бишь, я могу спокойно эту игру критиковать. Это не ранний доступ. А если это не ранний доступ, то разработчик должен был бы уже всё-таки всё подрассчитать, подучесть и придумать, каким же образом ему организовать эту игру. Так, чтобы у неё было интересно играть. И в неё было интересно проводить время. В ней было интересно проводить время. А пока что мы видим сырую, очень сырую игрушку. Как бы, знаешь, очень стыдно говорить про сырую игрушку, когда в версии игры 1.9 скоро будет. Очень сложно и грустно говорить. Я бы с радостью отдал за эту игру рублей 200. Вот рублей 200 ей цена. Красная цена. Но мы все прекрасно понимаем, что сейчас на 200 рублей ничего не купишь. Тем более, это как бы не наша игра, правильно? Она зарубежная. То есть там за эти... сколько там долларов? Что-то мне писали в доллары, если переводить, то 800 рублей. А это очень... ну это получается 10-12 сколько долларов получается? Это много. Всё равно. 10 долларов за игру? Это мало. 800 рублей это много. Просто люди, которые там живут, где эту игру производили, думается мне, что живут немножечко... Ну, измеряют жизнь свою в немножечко других цифрах, нежели мы. Это мы с тобой сидим там, да, и говорим, о, блин, там за 100 рублей игра нормальная, а вот за 500 рублей дорого. Они говорят, нихрена себя не зажрались, хотят, чтобы я без хлеба остался. То есть, а нам этих денег хватит там, не знаю, чтобы еды купить. Хотя нет, 500 рублей уже не хватит, чтобы еды купить. И получается, что... Что получается? Получается, что мы сидим, играем в игру, в сырую игру за 500 рублей. Я бы с радостью её не покупал, если бы у меня была такая возможность. Она просто очень поздно обновилась на всех этих сайтах с... такими вот левыми с раздачками, да, и получилось, что вот... Получилось, как получилось. Мне пришлось её покупать. Как бы хотелось и записать, и хотелось бы, чтобы ты на неё посмотрел. Всё-таки не каждый готов отдать такие денежища просто за игрушку, которая вот так выглядит. Самое интересное здесь это раскладывать товары. Вот это вот веселуха. Вот это на самом деле веселуха. А чё нам ещё нужно? Чё вот тебе ещё нужно от игры? Ничего. Я хочу посмотреть Хаус Флиппер наконец-то, потому что я знаю эту игрушку, я видел её, но... Ну, я не знаю, что там делать нужно. Я так понимаю, там нужно чинить квартиры и... Ну, или дома. Хаус Флиппер это... Флип это вертеть, а хаус это дом. Вертельщик домов это... Ну, как бы... Само за себя название говорящие. Правильно? Правильно. И сразу всё ясно становится, что ты будешь делать в этой игре. Одна пайковка чая у нас не влезет. А влезет, если постараться. Угу. Вот так. Так что вот. Так мы и живём. Думаю, Хаус Флиппер будет через недельку где-нибудь, потому что... Как раз я думаю, что к этому времени я пройду рафт. Потому что там контент часов на 15-16. А это... Если каждый день записывать, то примерно... Хотя нет. Да-да-да-да. Тогда надолго. Тогда через две недельки будет Хаус Флиппер. Может и не будет через две недельки. Может быстрее будет. Пока ещё не могу ничего сказать. Ну смотри. Давай вот сюда яйца-то разложим. Пусть лежат здесь. Пускай разложены будут по вот этой полке. Пойдём похаваем. А, я за свет так и не заплатил. Я закинул деньги и пошёл дальше раскладывать товар. Ну... Ой, блин, извини. Как... Как видишь, как я увлечён раскладыванием товаров. Ву. Оплачиваем за электричество. И идём раскладывать дальше. Уже аж целый, почти час я сижу, играю. И... К какому я знаменателю пришёл? А не к какому. Я пришёл к тому, что мы потратили почти час и ничего не сделали. Просто мы копим денюжки сейчас. Давай мопед, что ли, купим хотя бы какой-нибудь, чтобы... Чтобы был. Мне написали, что купим, мол, телевизор. Там мультики идут. Давай купим телевизор. Хоть чем-то, чтобы эта серия была. Чтобы как-то она выделялась, эта серия. Надо что-то в ней сделать. Помимо обустроенного кабинета, мы купим ещё телевизор. С мопедом. Всё купим, блин. У меня денег вон. Куча. Куча денег, которые я не побоюсь потратить. Тем более, такие благие дела, как телевизор. Ну. А, понял. Не хочется наставить, воюет с бургерами. Не хочется ставиться, представляешь? Угу. Местцов, ну, я вот тут вот валяется в таком виде, потому что... Потому что... Потому что я так решил. Немножко... А, прям, смотри, прям входит туда прям... Прям как будто бы холодильники были сделаны именно для этой колы. Прям по высоте идеально помещается. Прям разбирать, смотри, стали из холодильника колы гораздо лучше уходит. Холодненько, наверное, жарко на улице, поэтому и разбирают. Отлично. Вот это было самое быстрое раскладывание товаров, которые ты видел. Которые ты мог только видеть. Яйца давай туда вот переложим, потому что они теперь будут вон там вон лежать. И возьмем с тобой сейчас и разложим кофеек. Вот, на вот эту полку. Я думаю, на вот эту и на вот эту полку мы разложим кофе. На две. Хотя здесь овощи, блин, какой хрен здесь кофе оказался, я не знаю. Давай берем отсюда кофе и поставим этот кофе... Хороший мост с печенюшками надо бросить вон туда. Но не знаю, насколько актуально здесь и рационально будет его складывать туда. Не могу ничего сказать. Масло здесь тоже стоит вообще не пришей. Кабыли хвосты. Ладно, в следующей серии я обязательно сделаю так, как нужно. Нарисую план. Я, кстати, от тебя все еще жду. На почту планов, чтобы ты мне нарисовал и сделал так, чтобы я им воспользовался. Для надевания продуктов. Так, подожди, кофеек мы поставим вот сюда. Не очень у меня с логикой, поэтому я буду раскладывать так, как я вижу. Так, как я вижу правильным. Пускай не особо ровно, пускай не очень красиво, зато здорово. Зато красиво, блин, красиво все-таки. Я все делаю так, как должно быть. Чего? А, ночь опять наступила. Смотри-ка, как быстро наступает ночь. Получается, два игровых дня просто просидели и расставляли товар. Но это получается вообще, это прям... Рутина-рутинная получается. Посмотри. У нас уже половину магазина раскупили. Половину магазина раскупили, а мы даже товар не расставили. Дело 800 у нас есть. Я думаю, что нам хватит денежек, чтобы все это, все это, все это... Чтобы что, все это? Чтобы мы смогли купить телевизор и смогли... Смогли сейчас купить... Че мы хотели купить? Че я хотел купить? Я хотел купить телевизор и хотел купить мопед. И сделать кабинет. Вот, вот это были основные цели на эту серию. Тебе нужна ванна. Не нужна ванна. А, я бегать не могу уже, ты представляешь? Грязи столько налипло, что бежать не могу. Ну, такие вот дела, такие делишечки. А, это не грязь, это все-таки я в туалет так хочу, что бежать не могу. Ну, ладненько, давай еще и в туалет сгоняем. Сгоняем. Побежали. Раскладывать товарчики. Все мы не разложим в этой серии, потому что, ну, это прям невозможно. Это очень долго все происходит. Нет, я и так не хочу ставить. Не хочу так складывать, я хочу складывать красиво ровно. Так как лежат предыдущие хотя бы. Пусть не так уж ровно, но все же относительно хотя бы, чтобы они лежали так же, как и лежат другие. Ну, что ты. Кривовато, но это яйца. Это покупатели, разворошили все, искали там небитые, чтобы были. Поэтому не переживай, это все так и должно быть. А в реальных магазинах так же, так что здесь я стараюсь добавить реалистичность в эту игру. Не более. Все как и должно быть. Смотри. В целом красиво выглядит. И думается мне, что давай-ка мы организуем здесь вот... Нет, давай мы... Подожди, что мы делаем? Что мы хотим сделать? Чипсы, кукурузный, хлопья, шоколад пусть стоят здесь. Яблочки пойдем бросим вон туда. Растительное масло. А, яйца еще они не расставил. Ну ты смотри-ка, какой я невнимательный. Вот так будет вообще хорошо. И получается, что... Ну вот, вот это вот пойдет на превьюху. Вот это прямо на превьюшку пойдет, вообще красиво смотрится. Мне кажется, что это вообще классно. Вот так вот, вот, вот так. Угу. Угу. Вот. Что-то я разводкался весь и... Что я хочу сделать? Я хочу большое масло поставить вот сюда. Но оно не подходит под эти полки, потому что оно вот, видишь, оно выпирает. Оно выпирает, оно в эти полки не влезает. А в какие оно влезает, полки? Мм? В какие полки оно может влезть? Вот в такие? Нет. В такие тоже некрасиво. В холодильник, если только положить масло, ну, блин, тоже не дело. Вот в такую полку влезает. Вот, может вот сюда захреначить? Вообще не круто. Пока что, я думаю, наверное, сделаем вот эту вот стену, поставим. Как она будет выглядеть-то хоть? Блин, а тогда мне нужно убирать холодильник. Тогда мне нужно убирать холодильник и ставить его, скорее всего, как раз-таки... Ладно, давай уберем его. Пока что. Пока что уберем, чтобы он нам не мешал, не сбивал, так сказать, нас с толку. Стену мы поставим вот так вот. Да? Ровно стоит стенат? Ровнее не придумаешь, блядь. Просто обосраться, как ровно. Ну, давай попробуем вот так поставить. Еще бы я видел, насколько там далеко эта стена простирается, так сказать. Я вообще сейчас не пойму. Подожди, вот... Вот так коробка ровно стоит. Да, короче, будем по коробкам ориентироваться. Ну, более-менее ровно, правильно? Правильно. Ну, еще куда не шло, верно? Верно. Все же еще ровно. Так что... Ну, как? Ровно, конечно, да. Еще и скотч криво наклеим. Ладно. Давай. Теперь относительно вот этого всего чуда... Поставим стену. Почему нельзя было ей всегда, блин, прозрачность сделать? Не знаешь? Прям мазохизм какой-то. Это прям какой-то мазохизм. Почему? О, тут еще есть полосочки наверху. Вот, по полосочкам наверху можно смотреть, ровно я поставил или нет. Ладненько. Давай вот так вот оставим. В этом проблему особо я не вижу. Дурфрейм поставим вот сюда. Чего-то она не лепится вот к ней просто. Не взять, не перелепить. Вот почему я должен сам тут зазоры эти выставлять. М? Тем более криво зазоры выставлять. Именно его я и хотел. Давай стену лучше вторую присандалим вот сюда. Так. Ну, нет, ну. Класс. Зато ровно. Зато смотри, как ровно. Почти не выпирает. Да даже больше скажу, вообще почти что ровно. Блин, вот разработчику руки оторвать просто. Вот реально, вот он добавил моим видосам аж целых лишних полчаса. Потому что я пытаюсь выставить ровненько каждую сраную стеночку. Ровнёхонько. Но оно пыталось быть ровным хотя бы, ну. Что ж за жизнь. Короче, спустя какое-то огромное количество времени я смог всё-таки хоть что-то сделать из этого, из этой коробки. Я переделал опять снова всё. И всё равно здесь нихрена ровно нельзя сделать, потому что тут всё равно зазор какой-то да, остаётся. Я уже по коробкам вымерял, я здесь, я полчаса сижу уже, я тут эти стены делаю. Я на видео не стал это делать, потому что у меня уже кукушка едет, не аж в ушах звенит, или не в ушах, а в ушах. Вот. И что мы здесь сделаем? Мы ставим здесь стол, пока что вот такой. И ставим сюда... Да, вот так поставим стол. И поставим сюда ноутбук. Не продал я его, нет? А то, может, продать уже смог. Не очень удобно я сделал дверь, но иначе у меня как-то не получилось сделать, так как... Не очень хорошо здесь дверь распол... Этот располагается... Как это он называется? Расстояние здесь не регулируется, и получается, что говно какое-то. Вот. Вот. Что я хочу ещё сказать? Угу. Ну, давай закондыбомим вот так. Чё ж, блин. Открывается, закрывается. Петли нигде не там не въезжают друг к другу, нет? Ну и ладно. И так сойдёт. Короче, давайте на этом сохранимся. Хотя нет. Поедем, сделаем следующее. Пойдём купим мопед. Точнее, пойдём купим мопед. Так и вот, мы приехали к нашему дорогому другу в автомагазине. И сейчас у него купим... Не подбирать, а скутер у него купим. Всего 500 долларов он стоит. Думаю, это небольшая трата для нас. И... Перезагрузить. А, как его перезагрузить? А, он поровней встаёт. Классно. Огни есть. И говорят, что он как... Велосипед на льду. Ну да, в целом так и есть. Но на нём можно боком заходить в повороты. Это классно. Смотри, вообще классно. Я думаю, что это классный транспорт. Не знаю, что вам не нравится. Это... Ну, прям, я понял, что вам не нравится. Он неуправляемый. Но, если... Если придрочиться, так сказать, то он вполне себе. Наваливать на нём удобно очень, да. А так, в целом-то... С розовыми ручками. Так он... Девчачий. С цветочками. Весь в травку. В зелёненькую какую-то. Классный, на самом деле, мопед. На нём... Можно передвигаться до дома и обратно. Можно в банк заехать за кредитом. То есть, ну, блин, не знаю. Применений куча. Можно вот в магазин к себе заехать. Можно же заехать в магазин к себе. Ой, ничего себе. Он задом быстрее, чем передом ездит, по-моему. Ой, блин. Зачем ты врезался? Это я хотел сюда вот заехать. Да, можно. И думаю, что вот если его поставить... Смотрю, на самом деле задом ездить быстрее. А вот здесь вот оставить мопед. И вот так вот сделать. То будет вообще классно. Вот так. И на этом давай с тобой прощаться. Спасибо, что досмотрел до конца видео. Ставь лайк, подписывайся на канал. Прокомментируй обязательно. Поставь колокольчик. Расскажи друзьям. Поделись с друзьями этим видео. До встречи в новом видео. В новой серии этой игры. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok